Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Послании Ефесянам, 5 глава, 1 стих. Итак, «Подражайте Богу, как чадо возлюбленные». Мы уже говорили о том, что слово «и так» — это слово, которое подводит определенный итог прежней мысли. А прежняя мысль нам знакомая, на которой мы уже остановились и стоим достаточно долгое время. Наш пастор учит нас, проповедует Божье Слово. Это место записано в Ефесянам, 4 глава, 22-24 стих, несколько стихов ранее. Мы знаем, что главы поставлены, стихи поставлены людьми. Иногда они прямо разрывали по живому мысль для удобства, определенного удобства, чтобы читатель мог легче находить желаемое место в Библии. В оригинале нету стихов, нету глав, там есть свитки и там есть слова Божьи, мысли Божьи записанные. Ну а люди поставили стихи, и иногда неопытного читателя и исследователя Библии оно толкает в неправильном направлении и разрывает эту мысль. Но мы народ мудрый и научный, поэтому мы понимаем, что разрывать мысль нельзя, поэтому мы обращаемся в Ефесянам, 4, 22-24, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Слово истлевающего, тлеющий, истлевающий, это преть, прогнивать, сгнивать, гнить, сопревать, перегорать, гореть, тлеть, разгораться и сгорать. Учитывая все эти значения, можно сказать, истлевающие, это находящиеся в состоянии разрушения под действием естественных факторов среды. Ну и, конечно, чтобы отложить и не участвовать в этом процессе, выйти из этого обыкновенного процесса для человека на земле, положенные Духом Святым через апостола Павла три повелевающих и основополагающих глагола «отложить», «обновиться» и «облечься». Чтобы иметь возможность подражать Богу, как Его возлюбленные дети, нужно в первую очередь отложить прежний образ жизни ветхого человека истлевающего в обольстительных похотях. Мы уже с вами говорили, что отложить – это отличать образ жизни нового человека от образа жизни ветхого человека. Его нужно выявить в своей сущности. И иногда мы склонны наблюдать за другим человеком и выявлять это в других людях. Но говоря слово «мы», я говорю вообще всех людей, которые называют себя христианами. И я надеюсь, что мы – это не те, о которых я сказал, мы не наблюдаем. Потому что Писание говорит, кто наблюдает за путем своим, тому явлю спасение Божие. То есть в самом себе выявить этот образ жизни ветхого человека, отделить его, отличить от жизни ветхого человека. И мы говорили о том, что это выражается в способности «отвергать худое и избирать доброе». То есть написано «чувства навыкам, приученные к развлечению добра и зла». Это говорит о том, что был процесс, был опыт. И человек, Бог дал ему в благодати своей, этот момент, когда он сделал неправильный шаг и вдруг получил определенный, обжегся. Вот он не знает, что нельзя трогать. Ребенку говоришь «не трогай, там горячо». А вот потом раз и попробует, а, обжегся, покричал. Но потом уже знает, что там трогать нельзя. Он уже отличает, он уже попробовал. Так вот способность отвергать худое и избирать доброе через навык приходит нам. И, конечно же, через научение. Перестать пользоваться. Второе значение – отложить прежний образ жизни ветхого человека. Это перестать пользоваться образом прежней жизни. То есть, Писание об этом говорит так, и мы говорили. То есть, мотивироваться интересами будущего века. Дело в том, что если Он посадил нас на небесах во Христе Иисусе, то вот небесные цели, небесные мотивы, небесные дела нас должны интересовать. То есть, помышление о горнем. А если мы не перестали пользоваться и в этой жизни мотивируемся интересами этой жизни, ну, как окружающие нас люди, то значит, мы не перестали пользоваться образом прежней жизни, а мы пользуемся этим же самым образом прежней жизни. Следующее – отложить – это отвергать или уклоняться от прежнего образа жизни. То есть, отвергнуть все инородное, и включая самих себя, потому что мы сами инородные. Мы родились вот такими инородными Богу, чужеродными, не от Его рода, а потом через благовестие, услышав слово истины и принявшие, мы в своем новом человеке стали новыми людьми и призваны отвергнуть все инородное и включить туда самих себя. Знаете, я заметил как-то вот в последнее время, я как-то даже делился вот со святыми, я говорю, в последнее время я как-то, вот Бог дал мне такую способность за собой наблюдать со стороны. Вот когда что-то происходит, такое испытание, или какая-то сложность, или, может, не испытание, вот какое-то благословение, но ярче оно проявляется, как когда-то какое-то испытание. Я, вы знаете, я так начинаю смотреть, и думаю, ага, интересно, как ты себя поведешь в этих обстоятельствах. Вот Бог тебя проводит. И вы знаете, я раньше думал, ой, больно, ой, нехорошо, ой, что же делать? Вот в последнее время я заметил себя таким образом, что, смотря на это, я думаю, ага, значит, Богу, значит, это угодно, нужно, чтобы этого человека провести вот такой дорогой сложной. Мы понаблюдаем за ним, как он себя поведет, как он выдержит. Мы твердо знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ага, значит, к этому человеку это ко благу, а это установка Божия. И он, значит, в своем совете предположил и постановил, что вот этого человека он проведет своего дитя. Вот таким способом, ага, понаблюдаем, как он будет вести себя в данных ситуациях. И стараюсь, вы знаете, удержать эту позицию, чтобы не с позиции внутреннего, там, ой, больно, ой, нехорошо, ой, как же я, ой, какой шторм, а больше, как он поведет себя. То есть отвергнуть себя и не жить самим собою. Свергать прежний образ жизни. Следующее значение – отложить, это свергать прежний образ жизни. То есть свергнуть в предмете бремен, которые возлагают на нас жизнь, обстоятельства, другие люди, родственники наши, друзья наши, окружение наше. Может быть, начальник на работе, он какое-то бремя ложит. Вот здесь имеется в виду, конечно, мы понимаем то бремя, которое Бог не хотел, чтобы мы несли. Поэтому Писание говорит, «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и будем проходить это поприще, и идти к этой надежде в терпении и в радости». То есть нужно свергнуть и, вы знаете, отложить прежний образ жизни, в котором мы… «Да ничего, потерплю». Ой, говорят, надо смиряться. Писание говорит, надо смиряться. Вот когда Бог говорит, что нельзя в этом смиряться, там, помните, в Откровении говорит, «Ты испытал, которые называют себя апостолов, и нашел, что они лжицы, и пришли, и приходили люди, и хотели возложить на них бремя, бремя закона Моисеева, там бремя каких-то, и вот это нужно исполнять, и вот это еще нужно исполнять. А ты, говорит, нашел, выявил это, и свергнул это бремя, и сказал, «А я не буду». И, вы знаете, происходит война. То есть, ну, здесь уже вот воины Христа, они отстаивают, и они делают то, что повелевает им Господь, и не делают то, чего Он им не повелевает. Освободиться. Отложить прежний образ жизни – это освободиться от прежнего образа жизни. То есть, с целью, чтобы стать свободными. Вот такими... Вот Господь не хотел, чтобы Ему служили рабы. Он имел, что человек освободится, станет свободным, и потом, будучи свободным, подобным свободе Бога в каком-то смысле. То есть, Бог хотел иметь завет с подобными Ему людьми, не с рабами. С человеком свободным. Поэтому отложить прежний образ жизни, отложить рабское вот это существование и понимание, чтобы освободиться и стать свободными, и уже, будучи свободными, войти в завет рабства праведности пред Господом и стать рабом праведности, будучи свободным. Ну, шестой такой важный оттенок, о котором мы говорили, отложить прежний образ жизни – это отделиться от прежнего образа жизни. То есть, человек призван осветиться в предмете определенных сфер, и враги человеку домашнего, он призван и там осветиться. И осветиться, отделиться от всего религиозного сообщества. И не говорить, вот когда говорят, да, все мы служим одному Богу. Вот мусульмане, иногда у меня есть по работе клиенты, мусульмане, говорят, Дмитрий, мы же служим одному Богу. Я молчу, я не вижу, что мы служим. Ну, вот Аллаху, они же поклоняются Аллаху, они называют Его… Это другой Бог. Вот мой Бог, Он отец, Он послал Сына Своего Иисуса Христа, а ваш Бог, Он другой. Но нет, не могу я кивать вот на ваши вот такие заявления, что мы же служим одному Богу. Нет, мы служим разным Богам. И освятиться, отделиться от всего этого и не идти в одну ногу со всеми, вот которые будут говорить, все же мы братья и сестры. Нет, Иисус Христос сказал, вот кто выполняет волю Божию, тот мне сестра и мать и брат. А если ты не выполняешь, вот ты христианин, ревностный, ты молишься за других, ты проповедуешь другим, но вот не выполняешь то, что Господь говорит. А какой же ты брат? Никакой же ты, ты не брат. И вот это отделение, оно выражается. Отложить прежний образ жизни, когда все говорят, да все мы братья, все же мы святые. Нет, не все святые. Почему? Потому что я отделился от прежнего образа жизни, в котором я говорил, да, мы все братья и сестры, а оказывается не все. А вот если ты брат и сестра, ты тогда будешь выполнять вот то, что Господь открывает сегодня. А если ты вдруг говоришь, а я не согласен, я так не понимаю, ну тогда ты не брат, ты не сестра и ты не мать. И, конечно же, в конечном итоге отложить прежний образ жизни – это умереть для прежнего образа жизни. И для этого Бог дал, конечно, учение о кресте Христовом, посредством которого мы призваны взять крест и умереть вот на этом кресте для прежнего образа жизни. Чтобы иметь возможность подражать Богу, как Его возлюбленные дети, нужно также обновить свою душу в предмете нашего ума. Если мы не сделаем это, не обновим наш ум, то мы не сможем подражать Богу. То есть мы сможем делать это в очень незначительном начальных шагах, но не это имел Бог. Мы говорим о воле совершенной, то есть Бог призвал нас и дал нам такую заповедь – будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. И, конечно, после того, как мы родились свыше, то есть от Бога, то к наличию прежнего образа жизни, протекающему вне Бога, мы приобрели новый или же иной образ жизни, чуждый этому миру образ жизни, соответствующий жизни Бога, призванной протекать в Боге и с Богом. Таким образом, приняв спасение от второй смерти, наше тело стало вместилищем сразу двух противоположных и враждебно настроенных друг к другу персонифицированных измерений жизни в лице ветхого человека и в лице нового человека. Они противостоят друг другу. И эта борьба в Писании, это противостояние ярко показано в учении апостолов Нового Завета и в образах Ветхого Завета, конечно. Глагол «обновиться», переведенный с еврейского языка, имеет семь смысловых значений, также, которые находятся друг в друге и идентифицируют друг друга, что означает, что эти возможности находятся друг в друге и подтверждают достоверность друг друга. Обновиться – это, первое, воплощать, обновиться – это быть сопричастным, обновиться – это преображаться, обновиться – это быть послушным воздействию, обновиться – это быть вовлеченным, обновиться – это возрождаться, и обновиться – это побеждать. Обратив эти значения по отношению к новому образу жизни, мы получили информацию в виде повелений Божьих для внедрения нового образа жизни в область своего мышления. Знаете, вот здесь я читаю конспект, но иногда мы поливающие, мы немножечко изменяем его, отображая сущность. Вот в данном случае пастор говорил, что мы получаем эту информацию, а я поменял, что мы уже получили эту информацию. У нас есть точная, достоверная информация, каким образом обновить свой ум от духа своего ума. Эти повеления являются нашей ролью и нашим призванием для соработы с истинной Писанием и со Святым Духом. И никто, кроме нас, не может выполнить эту роль. Следовательно, обновиться – это первое. Воплощать новый образ жизни, он выражается в том, чтобы развивать. Воплощать – это развивать и упражнять кооперацию между возрожденным духом и своей душою в предмете нашего разума. И, вы знаете, вот люди, не упражняющие и не развивающие эту кооперацию, они остаются слепыми. Дело в том, что их дух видит что-то, и в духе есть информация, а в душе они не могут увидеть, они не могут это истолковать и понять. И поэтому они остаются слепыми. То есть, их душа не обновлена. И они, Писание их называет, видя – не видят. Они же видят. То есть, Бог-то возродил дух, и там он вложил, когда он возродил дух человека, он вложил определенную информацию, там есть генетика. Но если не происходит эта кооперация между духом и душою, человек остается слепым, человек остается хромым, он остается младенцем, он увлекается всяким ветром учения, он заблуждается. Почему? Потому что кооперация между духом и душою не развита, он не возрос еще. И поэтому он не воплотил. То есть, он узнал, познакомился, был просвещен, был позван. Но это происходит на Перу, вот это воплощение, когда мы участвуем в Пере, который есть небесное царство, которое происходит на земле, в телах. Мы находимся на этом Перу, на небесном царстве, который Бог позвал. И вот избранные от званных отличаются тем, что званный был позван, но он на Перу как-то ведет себя неправильно. Он не кушает то, что ему предлагает Бог. Потому что через эту пищу, через научение, он научится развивать и кооперировать. И вот этот интуитивный канал в нем развиваться будет более и более, пока он ясно в своем разуме не будет понимать, как ему двигаться, что ему выполнять, какие повеления Божьи выполнять, чтобы он мог быть обновленным и ходить в обновленной жизни. Это же хождение, это же процесс. Обновиться – это второе. Быть сопричастным Святому Духу. Это сопричастие человек может, проверяя себя, обнаружить в плоте своего Духа. Плот нашего Духа, явленный нами, указывает на это сопричастие, и его нельзя никак не смешать, и его нельзя спутать. И Иисус Христос об этом сказал. По плодам их узнаете их. То есть, человек, который называет себя пророком, посланником Божьим, который называет себя учителем, который проповедует, который обращает других к Иисусу, который весьма может быть ревностным, человек, который может обходить море и сушу. Вот настолько он ревностный, что он оставляет свою семью. Он оставляет, бывает, очень много, и начинает обходить море и сушу, чтобы хотя бы одного обратить. Ну, а так как он не имеет, он не сопричастен ко Святому Духу, им движет не Дух Святой, им движет его плотской человек, потому что он не обновился духом ума, а это происходит на святом месте, в среде народа Божьего, посредством научения, на перу, на котором Господь дает определенную пищу, вкушая которую человек получает сопричастие к Святому Духу, то вот проверяя самих себя, проверяя это основание в самих себе, мы можем увидеть по плоду нашего Духа. Если мы имеем способность проявлять плод Духа, мы имеем это в своем сердце и выявляем это в жизни, и мы знаем, что он не множество плодов разнообразных, он один плод гармонично связанный, и у него есть много сторон, которые призваны проявляться. Если одна сторона, вот присутствуют все стороны, там девять частей, а одна сторона не присутствует, то что-то там есть бой, этот плод испорченный, что-то в нем есть нарушенное, не Божье, и, конечно же, таким образом проверяя самих себя, мы можем обнаружить это сопричастие ко Святому Духу и причастие к его жизни Божией. Третье – обновиться, это преображаться в новый образ жизни, мы уже говорили посредством взирания на славу Господнюю, и пастор объяснил, что славой Господней или открытым лицом является Слово Божие, записанное на скрижалях нашего сердца, а зеркалом, которое отображает эту славу, является истина Божия. Когда мы смотрим в это зеркало, то оно отображает подлинную сущность, выраженную в духе нашего ума, который соответствует уму Божию и называется умом крестовым в нашем духе. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» А мы имеем ум Христов. Когда это Слово Божие написано на скрижалях нашего сердца, и мы смотрим на эти слова Божии, от которых исходит Слава Божия, мы можем отобразиться в эту славу и увидеть там свой образ. И таким образом от славы в славу преображение происходит, и человек обновляется. Этот процесс обновления, он таким образом задействован. Обновиться – это быть послушным воздействию Святого Духа, и мы приводили это на примере Неймана. Я хотел бы также пример Петра вспомнить. Знаете, быть послушным воздействию Святого Духа. Иногда человек, он такой максималист, он по натуре своей, настолько он готов следовать за Господом, но вот немножко больше, чем Господь хотел бы. А иногда и вот одних Господь подгоняет, а других притормаживает. Ну почему? Потому что нельзя ни убавить, ни прибавить. Должна быть определенная гармония и определенная середина, которую указывает Господь, где нужно двигаться вместе с Богом. Вот Он говорит, вот Иисус Христос начинает и хочет омыть ноги Петру, а Он говорит, ну ты Господь, ты учитель, ты наставник, ну а я ученик, я раб, не умоешь ног моих вовек. А Он говорит, а если не умою ног, не имеешь части со мною. Вот поворот такой, вы знаете, иногда вот Господь нас учит, вот иногда мы испытываем такие развороты, и нужно научиться быть послушным воздействию Святого Духа. То есть тому Слову, которую люди, поставленные Богом, учат нас и направляют нас, будучи движимы Святым Духом, а мы в своем сердце должны уразуметь это действие Святого Духа и проявить подчинение этому Слову. Ну а потом Он говорит, ну тогда, Господи, раз я хочу иметь с тобой часть, тогда и руки, и голову. А Он говорит, нет, тормоза включаем, а мы-то нужно только ноги. Не надо, вот когда Бог говорит, нужно ноги омыть, не надо и руки, и голову, а просто ноги и все. Мы иногда, конечно, вот можно увидеть вот в самом себе, и можно иногда увидеть вот это младенческое состояние, когда человек начинает бежать впереди колесницы или отставать. И вот и то состояние нехорошее, и то нехорошее, нельзя этого делать. И как раз зрелость проявляется в неукоснительном, точном послушании Святому Духу, когда Он воздействует. И со стороны это иногда можно, конечно, заметить. Ну и вы знаете, когда, если мы замечаем, конечно же, сразу урок извлечь. Господи, не я ли, а я не являюсь ли таким, который пытается бежать впереди Тебя? То есть овцы-то идут за Ним, Он идет впереди, Он зовет овец своих по имени. Но вот иногда овцы вдруг хотят стать такими пасторами, чтобы бежать вперед. Ну, не я ли, Господи? И Давид молился об этом. Он говорил, «Изри, Господи, не на опасном ли я пути? Покажи мне, просвети меня». И вот когда сердце человека такое, вот оно находится в смирении, и он молится пред Богом, и он носит эту заповедь пред Богом, молитвенно слова эти в своем сердце говорит, «Господи, «Изри, не на опасном ли я пути? Не проявляю ли я послушание Святому Духу? Не бегу ли я быстрее, чем нужно, или медленней?» То есть я должен бежать в теле. То есть итог всему, я должен бежать в теле. То есть Бог тело свое приводит к совершенству. И когда я бегу в ногу с телом, а в теле есть порядок Божий, там есть посланник Божий, поставленный Богом человек, там есть помощники, там есть лидеры, там есть ашеры, там есть молитвы. Ну, вы знаете, вот там есть много очень сфер, в которых мы призваны подчинить себя и быть послушным воздействию Святого Духа. Обновиться – это пятое – позволить Богу вовлечь нас в новый образ жизни. То есть усилием своей воли заботиться о том, чтобы вовлекать свое мышление в новый образ жизни, о котором мы услышим через наставление в вере. То есть, вы знаете, мы понимаем и мы слышали уже о том, что это не когда я вот решил, я буду освящаться, я буду вовлекать себя в новый образ жизни. Не получится вовлекать себя. То есть, это реакция на то влечение, которое Бог, которое Бог, Бог начинает влечь человека. Вот он узами человеческими влечет его и начинает подкладывать ему пищу. И он говорит, ну вот апостол Павел, пример, он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Он, Бог его остановил, ослепил его, поразил его, повалил, он упал на землю в страхе и в ужасе и начал говорить, Господи, что повелишь мне делать? Куда мне идти? Что делать? Он говорит, я тебе не буду говорить, что тебе делать. Встань и иди в Антиохию, и там тебе будет сказано, то есть, найди церковь, то есть, войди в эту церковь, и в порядке Божьем тебе будет сказано, что тебе делать. Ну, а как же апостол, и все, и с детства наученный, Писание знает на зубок, и ревностный, и все, вроде как, ну, Господь, но сказал бы, и все, нет, вот иди, становись в Божий порядок, и вот там начинай вовлекать, и там тебе будет сказано, как тебе вовлекать самого себя. А вот я хочу вовлекать, вот лучше, чем там сказано. Ну, Бог наложит на тебя язвы, и ты будешь вот такая овца, знаете, есть овцы там в лишаях, в язвах, смотришь и думаешь, ну, почему он в лишаях, почему у него лишай выскочил, а почему у него там ранки какие-то, язвы, вот, а почему у меня язвы, Господи, а почему, я так, я же готов, настолько люблю тебя, настолько платить цену хочу, я же даже лучше, чем вот, вот как Христос, лучше даже, чем апостолы, вот я так сильно стараюсь и стремлюсь, вот, язвы, а Господи, а почему язвы, а потому что приложил свое, плотское, и вот на эти места, как раз там и вспыхивают язвы, и потом смотришь, овца, ну, как ее на жертвенник, Господь сказал-то, ну, овцу-то нужно, чтобы она была совершенна, чтобы у нее было, не было никаких пятен, у нее не было, чтобы, не было никакой болезни совершенно, она была здоровая, крепкая, жирненькая такая, вот, хорошая овечка, чтобы все у нее было совершенно, и самое лучшее, что есть в стаде, вот она идет на жертвене Господу, об которой хромая, об которой там ухо у нее оторвано, вот иногда так люди стремятся за Господом идти, что так настолько рвался, что, ну, волк где-то раз и ухо откусил, вот и все уже, овца несовершенная, она, ну, знаете, овца, вот, когда за ней гоняются, когда она немножко самостоятельность проявляет в стаде, когда она, вот, пастух идет, он зовет, и овцы идут за ним, вот они в стаде держатся, там псы вокруг стада тоже помогают, пастырю пасти овец там, все, волки боятся псов, все хорошо налажено, и вот овечка вдруг, вот я обгоню всех, вот, знаете, такая ревностная овечка, или, может, заболела и где-то начинает отставать, вот на таких как раз вот Амалик и выходил, и нападал их, и истреблял, ну, ну, вовлекать себя в новый образ жизни, это вникать внутрь совершенного закона свободы, глагол вникать означает увлекаться, заглядывать внутрь, пристально всматриваться, сосредотачивать свой взор и свое мышление, преодолевать возникающие преграды, становиться сущностью содержимого закона, и растворяться в этом законе. Следующий важный, такое составляющие обновления, то есть обновлять свой ум, духом своего ума, это возрождаться для нового образа жизни, и мы говорили, что это ополодотворять себя словом всякой истины, то есть сливаться в интиме, принимать это слово истины, конечно, мы утвердились, мы поняли, что это Божий источник, иногда через этот источник вдруг такое слово, оно трудно, может быть, для разума, но, конечно, здесь нужно сердцем идти, доверять Богу сердцем и принимать это слово. Человек, который спотыкается своим разумом об это слово, он попадет в проблему, здесь нужно убрать свой человеческий ум и сердцем последовать за Господом и оплодотворять себя словом всякой истины. Ну и в конечном результате семь – это вот такая полнота, определенный такой, их может быть больше, их может быть меньше, но суть остается одна – наследовать новый образ жизни через победу, то есть мы призваны явить победу над миром в лице нашего народа или нашей национальности. Победить нашу национальность мы можем таким способом, что увидеть, что все национальности прекрасны пред Богом. Он говорит, слушай, но кто создал этих китайцев, но они такие вот другие. А вот слушаешь речь вьетнамцев. Я когда приехал в Америку и вот там в колледж ходил, и там были вьетнамцы, и я спрашиваю, а что вас поразило больше всего? Вот вы приехали в Америку, ну вот что там. Знаете, вот на меня произвело воздействие, я увидел, сколько здесь машин. То есть мы там были, жили в небольшом городке, я вот особо не бывал в больших городах, но здесь машин как мух просто. У нас там вот, мы жили, там свиноферма была недалеко, и с мухами была борьба постоянная, не нажися на смерть. Много было мух. А здесь машин как мух просто, куда ни глянь, они наставлены. Я поражался, ходил, вы знаете, вот идешь, и старые, новые, они стоят, эти корабли там вот, и ездят, не ездят, почему их не выбрасывают? А я говорю, а что вас поразило? Ну думаю, интересно, может вертолеты, может самолеты. Она говорит, носы у людей огромные какие. Вот вьетнамцы. Ну а они же-то говорят, так поют. Ну кто речь эту создал? Вот они же не говорят, а поют. У них одно слово, то же самое слово, десять значений. Чуть повыше сказал, это совсем другое, еще выше, и вот у них все по тонам идет. И вот знаете, тоже вот, там-то вот мы жили, в Советском Союзе, там немного было вот других наций. Вот ходишь, удивляешься. И потом, ну так вот, знаете, есть тенденция, мы украинцы, мы самые лучшие. Не я какой, а вот посмотрите на наш язык, могучий, древний, русский, великий, богатый язык. Ну, к кому же нам с нами тягаться, вот наша нация. И каждый как бы вот считает, вот победить национальность, это вот это все умерло, ушло. И я помню, вот вспоминаю, Калыч, я еще был молодым юношем, и мы там вот, там были свидетели Иеговы, и вот мы все учим язык, и вот спорим, кто же прав, пятидесятники, баптисты, субботники, там вот нужно правильно так. Знаете, вот я помню, мы спорим, а один подходит, черный человек, он мимо проходил, мы стояли на улице, спорили ожесточенно, ничего вокруг не видели, аж слюна летела из ртов у нас. Он был свидетелем Иеговы, постарше меня, а я был молодой. Вот. И знаю же истину, надо же объяснить и доказать. Он проходит мимо, вот так остановился и говорит, а зачем вы спорите? Если вы дети Божьи, зачем вы так вот ведете себя? И вы знаете, я вот помню, посмотрел на него, на этого черного человека, и вдруг вот увидел в нем вот эту светлую, божественную сущность, я понял, что он дитя Божье и сразу же полюбил его. Ну и, конечно, мы призваны явить победу над нашим домом в лице нашего генетического наследия, унаследованного нами от суетной жизни отцов, над плотскими вожделениями, которые расслевают нашу жизнь и делают нас пленниками греха. Это не обязательно с виду такие явно выпученные грехи. Это желание плоти, помыслы плоти, не Божьи помыслы, заложенные в нас, а помыслы человеческие. И, конечно же, в конечном итоге над нечестивыми грешниками, продавшими свое первородство и извратившими пути правды. Я вот здесь хотел для себя отметить вот эту мысль и привести место Священного Писания, Откровение, 18 глава, 20 стих. «Веселись о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Вавилон – это смешение, это грешники, но которые приняли в себя нечестие и изменили Богу, о которых Иисус Христос сказал «род прелюбодейный и грешный». Это Вавилон, это отступники от Бога, это жена, которая изменила, блудница она называется. И род прелюбодейный. И вот вы знаете, Господь поставил апостолов и пророков совершить суд над Вавилоном. Иногда вот я себя обличил в том и обнаружил, я пытаюсь совершить суд. Ага, этот человек нечестивый, ага, я ему внутри произношу суд, но ведь я точно не знаю, нечестивый он или нет. И вот здесь ключевой момент. Я должен прийти к пастору и сказать, а вот тот человек конкретно, он нечестивый или нет? И вы знаете, это суд апостолов и пророков. Писание ясно об этом указывает. Это не суд рядового человека в церкви. Но мы призваны, как только пастор объявил, апостол и пророк, объявил какого-то человека нечестивым, мы призваны возвеселиться и утвердить этот суд и сказать «Аминь, праведны и истинны суды твои, Господи, ибо ты осудил эту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим». Вот такой суд, конечно, мы призваны. Это и есть утвердить этот суд и осудить нечестивых и грешников, которые продали свое первородство и извратившими пути правды. То есть нужно быть осторожным в высказывании и в суде своем. А осторожность эта проявляется в том, чтобы сказать «Аминь» на то слово, которое сказал поставленный над нами человек, поставленный Богом. Это суд апостолов и пророков. Ну и, конечно же, следующее действие этого повелевающего и основополагающего глагола. Третье. Облечься в нового человека. Это то, что мы слышим постоянно, то, что мы слышим сейчас. Но вот я обращаю свой и наш взор в недалекое прошлое, чтобы повторить и переживать эти определенные истины. Новый человек, в которого нам необходимо облечься, несет в себе измерение вечности, во времени. В Писании под обличением в образ нового человека имеется в виду обличение в весон чистый и светлый, о котором говорится, что такой весон является праведностью святых. И дается такой весон только той категории, кто в достоинстве жены, невесты Агнса, приготовил себя в том, что, во-первых, отложил прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в своих обольстительных похотях, и, во-вторых, обновил сферу своего мышления духом своего ума, который является умом Христовым. И если я это не сделал и не пребываю в этих действиях и в этом слове, и в этой истине, то я не имею возможности начать облекаться во власть нового человека. Местописание Откровения 19.1.9. После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил то великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим». И вторично сказали «И взыскал кровь рабов своих от руки Ее, и вторично сказали «Аллилуйя! Святые!» И дым Ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола и шел говорящий «Хвалите Бога нашего все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие!» И слышал я как бы голос многочисленного народа, как шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел «Напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть истины, слова Божии». Откровение 19, 1-9. Слово, я хотел обратить внимание на это слово, и дано было ей. Вы знаете, вот дано человеку, но человек должен задействовать все имеющие у него ресурсы, чтобы облечься. как-то раньше я вот на это слово «дана» смотрел, вот как бы «дана», оп, и на меня упала одежда новая. Как прекрасно, слава Богу, пошел дальше. Что следующее? Но вот готовясь и перечитывая вот эти слова, я вдруг обратил внимание, то, что оно тебе дано, это одно действие, а воспользуешься ты этим или нет, это уже следующий шаг, от человека зависит. Мы призваны заплатить определенную цену, мы призваны соработать всем нашим естеством, возлюбить Господа, вот соработая с этим благовествуемым словом, всей душою, всем сердцем, всем разумением, всеми силами своими. Вы знаете, и момент времени очень важен. Я вот размышлял, и момент времени, вот есть время, когда Бог отводит это время, этот отрезок времени человеку, в который ему дано облечься. И если он не задействует все имеющиеся у него ресурсы, и не будет задействован в этом процессе, чтобы отложить, обновиться и облечься, то вот это дано будет свидетельствовать против него. Оно его поставит в категорию званых. Оно дано. Званым дано было это облечься, но они не облеклись. И поэтому мы попозже увидим, что он, хозяин дома, входит на пир, ходит, осматривает, и вдруг говорит, «А ты как сюда попал? Я-то всем давал одежды, но почему ты не в брачных одеждах здесь находишься? А ну-ка возьмите и бросьте его во тьму внешнюю». Мы сейчас об этом прочитаем. Время, момент времени. Когда-то, когда вы помните, Нейман побыл у Елисея и был очищен от проказы. И потом Геезий услышал весь этот разговор. Он-то приносил такие баснословные вещи. Сколько талантов серебра, сколько сиклей золота, сколько перемен одежд. И этот человек привез из далекого сирийского царства и все это в дар Господу. И Елисей все это отверг с презрением. Он говорит, «Я, пожалуй, пойду догоню этого человека и спрошу у него, может, немножко…» Вы помните, вот интересный момент, когда возвращается Геезий и пророк спрашивает у него, «Где ты был?» А он говорит, «Никуда не ходил раб твой, я был дома». А он говорит, «Разве мое сердце не сопутствовало тебе, когда этот человек сошел с колесницы, чтобы отдать тебе вот часть этого богатства?» Он пришел к нему и говорит, там пришли пару людей, они в большой нужде. и господин мой постал и сказал, «Вот дай две переменные одежды, дай немножко серебра для них». Но он говорит, «Двух человек выделил, пожалуйста, конечно, все, а может, возьми больше?» Он говорит, «Нет, нет, вот…» Ну, потом уговорил его, взял вот. И потом возвращается, и он говорит, «Разве время брать сейчас то, что ты взял?» Вот, может быть, вчера это было время, и завтра будет время, а сейчас это не время. Сейчас нельзя было этого делать. Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и потомству твоему навечно. Все. То есть, момент времени очень важен, поэтому Бог указывает время, указывает через поставленных Богом людей, и кто не улаживается в это время, он попадает в категорию званых. Когда я слышу это слово, я начинаю трепетать, «Господи, я благодарю Тебя за то, что время драгоценно еще для меня не вышло, я могу перечитывать и читать то, что я имею возможность делать это сейчас». В одной из своих притч, в которой Иисус раскрывает суть брачной вечери, ясно говорится, что на этой вечере оказался человек, который вошел туда не в брачной одежде, за что был выдворен. И говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? То есть, чтобы войти, предлагалась брачная одежда при входе. Как ты обошел этот процесс? Почему ты не облегся?» Тогда сказал царь слугам, «Связав его руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Матфея 22, 12, 14. «Нам доподлинно известно, что войти в жизнь вечную не имею, а деяний оправдания невозможно. А посему люди, удостоившиеся войти в жизнь вечную, это те, которые при жизни в теле облеклись в нового человека, в силу чего уже выдворенными быть не могут». А вот войти на брачную вечерю Агнца не в брачной одежде можно, что указывает на тот фактор, что брачная вечеря Агнца это время, когда Бог открывает истину о том, как отложить образ ветхого человека, истлевающего в своих похотях, как обновить свое мышление духом своего ума и как облечься в нового человека. Это время пира. Или какими средствами на каком месте и каким образом следует произвести тотальное, полное, абсолютное, всеобъемлющее освящение, чтобы затем произвести это всеобъемлющее, тотальное посвящение. И если при тотальном освящении мы отделяемся от своего народа, от своего дома и от своих истлевающих похотей, и затем обновляем наше мышление духом своего ума, который является в нашем духе умом Христовым, и таким образом завершаем свое приготовление к всеобъемлющему тотальному посвящению, то при тотальном посвящении мы получаем от Бога откровение через наставление в вере, каким образом следует принимать инструкции об обличении своего нового человека, которое может быть дана Богом только в то время, когда мы, как его жена и как его невеста, приготовили себя или же выполнили условия тотального освящения, необходимые для выполнения условий своего тотального посвящения, чтобы служить Богу живому и истинному. Мы рассмотрим обличение самого себя в нового человека в семи составляющих или в семи значениях, каждая из которых находит свое определение и свое выражение в Писании. Обличенный нового человека – это обличенный в ризы спасения, первое. Второе – это одетый в одежды правосудия, третье – это коронованный венцом жениха, четвертое – украшенный убранством невесты, пятое – одетый в брачную одежду, шестое – одетый в весон чистый и светлый, и седьмое – принявший представительную силу Яхвиса Ваофа. Практически в этих критериях и признаках сокрыты условия, содержащие в себе инструкции, выполнение которых делает нас способными облечься в качество, достоинство, убранство и силу своего нового человека, сокрытого и пребывающего во Христе Иисусе. Достоинство женового человека в трехмерном измерении, выраженное в одеждах невесты и жены Агнца – это достоинство, мы говорим о достоинстве, это первое достоинство царя, второе – это достоинство пророка, и третье – это достоинство священника. Власть в полномочиях царя призвана устанавливать в границах нашего естества законы Вседержителя и приводить в исполнение суды его правды. Власть в полномочиях пророка призвана в нашем естестве наделять нас достоинством царей и священников и устанавливать пределы нашего призвания в границах нашей ответственности. Власть в полномочиях священника призвана в нашем естестве представлять святость Бога и совершать служение ходатая. Человек, облеченный в ранг и достоинство священника, это человек, облеченный в достоинство правового ходатая, которому доверено Богом юридическое право посредством правовой молитвы, которая является языком Бога и отвечает требованиям его воли приступать к Богу и входить в присутствие Бога, чтобы предоставлять права и интересы Бога, выраженные в воле изъявления Бога. То есть для того, чтобы иметь возможность это делать, нужно изучить. И как мы слышим и знаем из Писания, что для того, чтобы выходить на служение священника, израильтяне, священнический род, они учились этому много лет, то есть практически 30 лет. Это учение начиналось с молоком матери, как мы выражаемся, и оно шло 30 лет. И потом человек мог приступать к служению священника, потому что за это время он смог выявить, отличить свои интересы от интересов Бога, он смог отложить свои интересы, чтобы поставить целью своей жизни интересы Бога, чтобы потом иметь возможность в его присутствии, пред его лицом, представлять его интересы, ни в коем случае интересы свои. В своем сочетании эти три уникальных достоинства, достоинства царя, достоинства пророка и достоинства священника, налагают на человека ответственность представлять совершенство своего небесного отца в измерении трех ветвей власти. Эти три достоинства в своей совокупности подведут черту как под определением признаков нового человека, так и под определением условий необходимых для обличения в нового человека. Исследования семи признаков обличения в нового человека помогают нам усвоить инструкции посвящения в достоинство царя, в достоинство пророка и в достоинство священника. Знаете, я вот как бы пережевывая имел некоторую сложность все-таки, а где мы сейчас определиться? А вот эти признаки, а мы находимся в них, а мы продолжаем их исследовать. Просто пастор давно не упоминал эти, вот таким образом, признаки. Я сегодня позвонил, говорю, пастор, вот уточните, мы продолжаем находиться, мы вот это все пытаемся, мы соработаем сейчас, Бог облекает нас в это все достоинство, да-да, говорит, Дим, все правильно, ты понял, мы продолжаем. И вот я начну говорить из книги Иова. Признаки, определяющие лицо нового человека, указаны в пророчестве в 66 главе Исаия, в 19 главе Откровения Иоанна, которую мы прочитали, и 39 глава книги Иова. Это говорит о том, что мы, вы знаете, подходим, я не скажу к финалу, но мы подходим к вожделенной части, то есть к определенной важной вехе обличения в нового человека. Таким образом, святой человек, который отложил образ жизни ветхого человека, обновил свой ум духом своего ума. Дух ума – это ум Христов в нашем новом человеке и облегся в нового человека. Это человек, облеченный в ризы спасения. Это человек, одетый в одежду правосудия. Это человек, коронованный венцом жениха. Это человек, украшенный убранством невесты. Это человек, одетый в брачную одежду. Это человек, одетый в весон чистый и светлый. И это человек, принявший представительную силу Яхве Саваофа, чтобы проявлять ее на земле. Мы как бы забегаем наперед, мы как бы вот здесь очерчиваем цели, мы говорим о том, что мы сработаем с Богом, и мы обликаемся вот в этого нового человека, который выражается вот в семи этих составляющих, которых больше, но они всем определенное число полноты, в которой Бог применяет этот язык, чтобы вложить туда то, что нужно, то, что является новым человеком. Сайя 61, 10, 11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем». Вот смотрите, какая вот это плод уже, здесь плод выражается. А почему я буду так радоваться? А почему душа начнет веселиться? То есть здесь вот такое выражение радости, когда из человека брызжет эта сила радости Божия и разливается вокруг. А почему? Потому что он облег меня в ризы спасения. Это обличение имело определенное продолжающееся действие, и оно подходит к какому-то финалу, и вот это веха, в которой святые начнут испытывать неимоверную и невероятную радость в своей душе. Потому что, смотрите, возвеселится душа моя о Боге моем. Одеждой правды одел меня. Уже совершилось это обличение. Оно происходит вначале в семени, а потом, когда человек задействует, потому что Бог, смотрите, как Он говорит, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. А как это произошло? Ибо как земля производит растения свои, и как сад, Божий сад, произращает посеянное в нем, так Господь, Бог проявит правду и славу пред всеми народами. То есть, здесь говорится о плоде, о том, что человек взрастил. Это не то, что вот Бог взял, вот как я ранее сказал, я вдруг увидел это, то, что я не заметил это, оригинально, слушая это определенное время назад. Я как-то, когда слушал, я вот, ох, Он одел меня. Ох, Он в одежду правды Он одел. Ой, как прекрасно! Но это же в семени. Это же ведь происходит в семени. А потом это будет происходить, и происходит как плод уже. То есть, как земля производит растения свои, как сад произращает, посеянное в нем. Таким образом Господь-то ведь облечет. Это называется. И вот оттуда во радость идет уже. Там начинает душа веселиться. Итак, Бог облег меня в ризы спасения. Что это обозначает? Давайте повторим. Мы уже не раз отмечали один неизменный принцип, что всякий раз, когда говорится о том, что Бог нечто сделал для человека, всегда имеется в виду фактор того, ключевой момент, что прежде человек должен был выполнить определенные условия, которые позволили бы Богу выполнить для человека то или иное обетование, которое Бог положил на его счет во Христе Иисусе. Отсюда следует, что для того, чтобы Бог облег человека в ризы спасения, он должен был выполнить установленные Богом условия. It's a must, как американцы говорят. Нет другого способа. Он должен выполнить определенные условия. Ризы – это нательная одежда, без рукавов, в виде священной мантии, опускающейся до самой земли, покрывающей ноги человека. А так, как эти ризы названы ризами спасения, нам необходимо вспомнить, что такое спасение, от чего мы спасены, кем мы спасены, через что мы спасены и о каком виде спасения идет речь. То есть нужно иметь в виду и знать, и понимать, как таблицу умножения можно добавить так, о каком виде спасения идет речь. Потому что, вы знаете, сегодня в современном, запутанном, сложном христианстве вид спасения предоставленный очень куцей, очень ограниченный, очень обрубленный такой какой-то, ограниченный вид спасения, неполный вид спасения. А именно, о каком виде спасения идет речь? Существует два вида спасения, которые следуют друг за другом и вытекают один из другого. Каждый из этих видов имеет свои определенные степени, связанные с возрастанием веры. Там есть связь. Если нету связи, если нету возраста, спасение такого человека сразу же ставится под вопрос. А есть ли у него спасение? Истинное спасение, оно течет, оно живое, оно вытекает, оно развивается, оно растет. А если нету, то вы, прилагая все старания, покажите вере вашей, и оно вытекает, вытекает всем свой с духа. А если в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл, что он был очищен, память спасения была изглажена из его сердца, и он идет в преисподнюю, думая, что он говорит, я спасен. Я помню, как 20 лет назад, я был на служении, и я покаялся, и я был спасен. Вот слово был, очень точное, правильное человек выразил. Каждый из этих видов спасения является искуплением Божиим и дается на определенных условиях. Первый вид спасения дается нам в виде семени, как залог. Если залог при исполнении определенных постановлений, заповедей и уставов не будет пущен в оборот, то есть не будет взращен, мы утратим наше спасение и сами обратим себя в категорию званых. Господь здесь ни при чем. Это наш выбор, это наше участие, это наша сработа. В силу чего наши имена будут изглажены из книги вечной жизни, и мы наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелом его. Слово «мы», которое пастор употребляет здесь, оно очень важное и очень объемное. Это говорит о том, что, услышав об этом, проверяй себя. Нужно проверять себя. Нужно испытывать себя. Как Писание говорит, испытывайте. Верили вы? Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Это дерево, там есть жизнь. Это дерево Божье. Это дерево, которое насадил Бог, но оно не приносит плода. Значит, порядок Царства Небесного такой. Его срубают и бросают в огонь. Это закон Божий, закон вечный, закон, который истек из уст Божьих. Итак, по плодам их узнаете. Их не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего имени ли мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Беззаконие заключается в том, что человек начинает упражнять дары Святого Духа, входить для него недосягаемое, принимает на себя полномочия использовать силы будущего века, при этом не имеющего юридического права для таких действий. Мне очень запала на сердце мысль, которую брат Даниил упомянул в одном из предыдущих служений о громоотводе. Я, когда слушал эту мысль, я так-то использовал слово громоотвод. Вот оно очень точное слово. Вы знаете, что такое громоотвод? Почему я хотел сейчас этот акцент сделать? Потому что, знаете, по-моему, это было в пятницу, а вот в воскресенье мы на ячейке, и я говорю, вот вы слышали о громоотводе? Ну, как бы вот не слышали. Вот слышали все, а вот о громоотводе не слышали. Я думаю, ну, надо же упомянуть же, потому что это очень важно, которое мне показалось невероятно важной, потому что я иногда дерзал, я себя поймал на мысли, я дерзал войти, территорию освоить куда-то, возможно, не имея на того юридического, точного от Бога данного поручения делать этого, и Бог меня по какой-то милости, возможно, поразил язвами, но вот эти язвы и являются на моем теле громоотводом. На самом деле громоотвод – это Господь Иисус Христос, но меня же надо научить, а я же не пойму, если не будет этого громоотвода. И Господь позволяет нам впадать, но действительно, когда мы начинаем делать то, что Бог нас не призвал, Бог должен бы нас убить. Помните, как вот он в Аллаама? Он говорит, если бы не ослиться, я бы тебя убил. Вот в данном случае ослиться, послужило таким препятствием, громоотводом, она видела, и она должна была понимать. А он говорит, зачем ты ее бьешь? Вот пророк начал бить ее. И тогда Бог остановил, не ослицу нужно бить, а тебя нужно убить. Я бы тебя убил, если бы ты сделал еще один шаг. А она уже, когда увидела меч, и увидела, сейчас проколит господина, она остановилась, и прижала его ногу к скале, и ему больно было, и вот он начал ее бить. Вот, вы знаете, очень важная мысль, стоит обратить на это внимание, и Бог по милости в какой-то момент, вот, он убивает сына своего, отправляя его на крест, а нас отправляет учиться. Я тебе даю шанс выучить эту истину. В этом моя благодать. Благодать не в том, что вот, некоторые воспринимают благодать, это в том, что какой я бы ни был, я все, Господень. Нет, благодать не в этом. Благодать в том, чтобы иметь еще один шанс, исправиться, и прийти в совершенство, чтобы не входить для меня недосягаемое и ненужное, и там, где Господь меня не поставил. Вот в этом благодать, чтобы я научился и понял, и боялся шаг сделать в том направлении, чтобы не явить какого-то своеволия. И для этого Бог милует нас и поражает кого-то другого, вместо нас. Вот когда-то Давид сказал Господу, он говорит, лучше впасть в руки Бога живого, чем впасть в руки человеческие. И когда он сказал эти слова, он говорит, выбирай себе наказание. Вот в данном случае иногда Господь милует нас, но кто-то получает. Вот есть такой громоотвод. Вот у нас, у Господа Иисуса, Он был мучен за беззаконие наши, и ранами Его мы исцелились. царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты попал сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и в ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. То есть, вот здесь мы точно понимаем, что если мы из категории званых не перейдем в категорию избранных и не будем соответствовать категории избранных, потому что категории избранных надо было облечься в весон чистый, светлый, то он будет выдворен, то есть он будет выброшен во тьму внешнюю. И второй вид спасения дается как гарантия в виде принесенного плода, который необходимо сохранять и приумножать. То есть нельзя почивать на лаврах. Нужно сохранять, это тщательно оберегать, хранить. Больше всего хранимого храни сердце твое, но вы знаете, вот человек, попробовавший просто сохранить то, что данное ему Богом, он не сможет сохранить его. Только приумножая он сможет сохранить это. То есть нужно пропустить в оборот. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 3, 10, 11. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Вот здесь не просто победил этого врага, победил того врага, того врага, а здесь написано до конца. До конца нужно побеждать. То есть прийти в совершенство, выполнить всю волю Божию, не успокаиваться, вот как Давид заклинал, не войду в дом свой, не расслаблюсь там, не буду давать веждам своим сна, то есть буду в бдении пребывать, доколе не найду места, доколе не явлю победу полную Господу, найти это место, устроить себя в храм Божий, в святилище Господне, свое тело. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, и они сокрушатся, как я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Откровение 2, 26, 29. В данном случае при обличении в ризы спасения мы имеем дело со вторым видом спасения, которое является гарантией, что начальник и совершитель нашей веры не изгладит наших имен из книги жизни. Побеждающий обличется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Откровение 3, 5, 6. В Писании слово спасение определяется чистым, святым и нетленным наследием, положенным на наш счет во Христе Иисусе, которое призвано сохраняться для нас во Христе Иисусе, на небесах, в записях священного Писания и в записях наших сердец. Это три сообщающиеся между собой сосуда на небесах, в записях священного Писания и в записях наших сердец. В силу чего спасение при представлении своей природы в Писании всегда включает в себя два имеющихся вида, и при его представлении никогда не разделяет их. Спасение – это помощь и избавление. Спасение – это сохранение, сохранность, освобождение, безопасность, строительный материал, вечная жизнь, оправдание, царское достоинство, великолепие, украшение, убранство, сила будущего века, благополучие, процветание, счастье, вечное наследие, царство небесное. И этот список можно продолжать. Итак, мы в кратких определениях ответили на вопрос, что такое спасение и по каким характеристикам следует его определять. Ну, вопрос следующий, от кого мы или от чего спасены, мы оставим, если Бог продлит милость свою к нам на следующий раз, на сегодня наше время истекло, мы будем молиться, утверждать, данные Богом, слова в наших сердцах, в молитве и пред Ним. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа преклоняемся пред величием Твоим, Ты Бог. Благодарим Тебя, что Ты позволяешь нам познавать Тебя, вкушать Тебя, прикасаться к ипостаси Твоей и получать точный и ясный образ из благовестия посланника Твоего о Твоем характере, о Твоей истине, о Твоем могуществе, о Твоей вере, чтобы иметь возможность соработать с Твоими словами, с Твоей истинною и приводить себя посредством Слова Твоего, силою Святого Духа, пребывая на Твоем месте, которое очертило для нас Твоя Святая Десница, для поклонения имени Твоему Святому, приводить себя в соответствие Твоих норм, ясно очерченных в Писании. Но эти нормы невидимы для тех, которые находятся в младенчестве. они смотрят, как сквозь тусклое стекло гадательно и не могут видеть славу Твою. Но нам Ты, Господи, по милости Твоей, по великому милосердию Твоему открываешь и даешь возможность взирать на Твою славу и преображать самих себя в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Достоин славы агнец закланный Который был заклан за нас и выкупил нас из царства тьмы, чтобы садил от нас достойными Богу, садил от нас царями и священниками Богу, и мы будем царствовать на земле. Благодарю Тебя за великие драгоценные обетования, которые Ты соделал для нас да и аминь через посланников Божьих в славу Божию. И очи наши ясно видят это утверждение, это созидание самих себя в любви, и это обличение по милости Твоей во власть нового человека. Я молю Тебя, Господи, даруй рабам Твоим способность подниматься, проходя долиною смертной тени, обращать Свои взоры к небу, смотреть на слова Твои, трепетать пред заповедями Твоими, любить уставы Твои, почитать законы Твои, соблюдать условия Твои, сохранять себя непорочными пред Богом в Твоем теле, в которое Ты поместил нас, каждого на своем месте, чтобы мы могли превращать самих себя в любви и созидать самих себя в любви, находясь под воздействием Твоего порядка, Твоей трепетной святой гармонии, Твоего живого организма, которое есть церковь Бога на земле, тело Его, Его сущность, Его естество. Благодарим Тебя, Господь, за это естество Твое, которое мы можем порою ощущать. тепло этого тела, радость этого тела, а иногда и скорбь этого тела. Ты научаешь нас плакать с плачущими и радоваться с радущимися, торжествовать в величии Твоем с торжествующими первенцами Твоими, радоваться радостью Твоей и трепетно приводить себя в Твою полноту. Это Твоя цель для нас, это Твоя заповедь для нас. И мы благодарим Тебя, что Ты поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод наш пребывал, чтобы чего мы не попросили у Отца во имя Иисуса иметь это. Благодарим Тебя. Мы просим у Тебя соблюдай нас пред лицом Твоим. Позволь нам ходить непорочными пред славою Твоею в радости. И да насытимся мы при избытком славы Твоего Иерусалима на земле, да насытимся от сосцов утешения Его, да обличемся в мир и покой, успокоившись в Твоей субботе и расположившись в своих уделах и взойдя на высоты для нас недосягаемые. Но когда мы с Тобой эти высоты да и аминь во Христе Иисусе, они становятся досягаемыми, эти обетования становятся да и аминь, и мы можем войти и наследовать эти обетования и стать участниками этих обетований и мы благодарим Тебя за это семя веры и да явится плод победы в среде народа Твоего и да исполнимся всею полнотою Божию и возрадуемся и да возвеселится душа наша пред лицом Твоим и да будет имя Твое возвеличено и прославлено великий Бог Отец и Дух Святой Аминь Отче наш сущий на небесах да святится имя Твое да придет царствие Твое да будет воля Твоя и на земле как и на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не введи на свои искушения но избави нас от лукавого ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки Аминь и закончим нашим манифестом могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки Аминь Аминь